Здравствуйте, дорогие зрители! И вновь с вами новости латинского кино и телевидения. Начнем с самой горячей новости. Оштрафован на полтора миллиона песо Уильям Леви. Он покинул съемочную площадку, так как его племянника не пустили на территорию телевизии. Вилли обвинили в непрофессионализме и недисциплинированности, и нотариально зафиксировали его поступок. Кто-то говорит, что Леви этот штраф как слону дробили, поскольку он неплохо заработал на рекламе. Но если каждый раз такие деньги выплачивать, то никаких гонораров не хватит. А хуже всего то, что пресса ответнилась на события очень злобными статьями, где были перечислены все превышения к убийцам. Его припомнили его просто вскоре о голливудских ролях и высказали предположение, что придется возвращаться к реальности от этих мечтаний поджав хвост. Потом долго издевались над титулом латинского Брэда Питт. Одна из журналистов даже высказалась в том плане, что 50-летний Питт выглядит лучше 30-летнего лолейка. Присоединились и товарищи по съемкам. Вспомнили все его капризы, включая отказ заниматься улучшением произношения. Иван Санчес, который сам не образец поведения, заметил, что никогда в жизни ни в Испании, ни в Штатах такого отношения к работе не видел. Но посмотрим, чем скандал закончится. Телевизор известен крутыми решениями в таких случаях. Даже поговаривают, что героя Леви могут убить, а вместо него взять Себастьяна Рулли. Это мы, конечно, сомневаемся, так как Рулли уже утвержден в новеллу «Анхели Несма Бодас де Одио», хотя на телевизии все меняется со скоростью следа. Сегодня утвержден, а завтра уже пинок под зад получил, и двери телевизора закопнулись перед носом. Еще одна интересная новость о телевизоре. Компания пришла к соглашению с унивизьем, и теперь обе компании будут снимать новеллы в Майами. Короче говоря, теперь понятно, почему уни бортонула в Веневизьем и теперь саботирует показ новеллы «Росарио». Интересно. Актеров тоже в Майами брать будут? Или своих прокодилов будут использовать? Виктория Руфо может вернуться к новеллам уже в этом году. Если будет интересная сцена, то конечно. Да-да. И слез, чтобы было побольше. У Вики это замечательный выход. Можно сказать, что она профессиональная плакс. Также ходят слухи, что Карло Эстрада хочет снять Фернандо Коломбию. И талию в своей новой новелле. Дело якобы за талией. Она может согласиться только в том случае, если новелла будет короткой, не больше ста серий. Но это как пойдет. В последнее время у Карлиты где-то так не получается. По причине не особенно высоких лет. Майта Перуни решила пока завязать с новеллами и вернуться к музыке. Но мы это можем помнить. Две ее последние новеллы были, мягко говоря, провалами. Но дело не в Майте. Она актриса вполне хорошая. Это продюсеры подкачали и сценаристы. Ни один актер ситуацию не спасет, если ему нечего играть. Или играть нужно полную чутку. Ну, а теперь новости с телемодом. Грессия Калминарес, легендарная венесуэльская актриса, переходит в эту компанию и, возможно, будет сниматься в ремейке новеллы «Любовь к матери». Вот это сюрприз. И, можно сказать, приятный сюрприз. Потому что от мексиканских приобретений телемунда начинает слегка подташнивать. Телемудовское начальство явно действует по принципу числом поболее, ценой подешевле. А Хуан Салер берет курсы кулинарного искусства, чтобы достоверно сыграть повара в мужа на прокат. Ну, лучше бы он, конечно, с актерским искусством разобрался. Ну, это так, мысли в слухах. Кому-то нравится. А Корхи Луис Пила может уйти с телемунду на ацтеку. Он там начинал, и его приглашают назад. Походили слухи, что он не просто так покинул ацтеку, а потому что был скандал с его бывшей женой, Аннет Миши, которую он якобы поколачил. Ну, вот и наступит момент истины. Аннет все еще на ацтеке работает. Как встретить. Ну, и немного Аргентины. Сын Габриэля Карада Лукас готовится к своему первому большому выступлению в составе группы Малкова. Его отец и сам к музыке неравнодушен и с детства играет на гитаре, так что поддерживает сына в его музыкальных опытех. Пабло Эчари сыграет главную роль в новом проекте Телефе. Этот проект должен посоперничать в рейтингах с каналом пресса и показать, что Телефе остается ведущей телекомпанией Аргентины. А Наталья Аррейра снялась вместе со своим сыном Мерлином для постера в Юниссе, пропагандирующей кормление грудью. Наталья говорит, что хотя ее сыну уже 17 месяцев, она все равно продолжает кормить его грудью, потому что это самая лучшая связь между ребенком и матерью. Ну, вот и все на сегодня. До свидания. Надеемся, что на следующей неделе мы опять встретимся с вами и расскажем самые горячие милости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!